Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Мы вам уже успели рассказать о двух картинах-актрисах, которым режиссер Эльдар Рязанов предложил красивые роли в своей кинокомедии «Старики-разбойники». В этом возмутительном фильме... В этом прекрасном фильме... Хорошо, в этом возмутительно прекрасном фильме в роли второго плана снялась и удивительная картина Андрея Матисса под названием «Танец». Скульптура отпадает в принципе, а не приморожен. Ну и очень хорошо, значит, их никто не утащит. Лучше сюда посмотри, какое чудо. А что ты в ней нашел? Она такая здоровенная. Кстати, о картине не судят по размеру. А потом, дай мне спокойно смотреть. Я хочу получать удовольствие. Мы здесь не за эти. А я лично здесь, потому что я люблю живописи. Ну хорошо, хорошо. Вот так. С героем Юрия Никулина трудно не согласиться. Произведение действительно чудесное. Ну и герой Евстигнеева тоже прав. Полотно и вправду на редкость велико. Картина была написана в 1910 году по просьбе российского купца, фабриканта и известнейшего коллекционера произведений искусства Сергея Щукина. Вкусы Щукина намного опередили его время. Он оценил прелесть творений импрессионистов и постимпрессионистов куда раньше своих современников. Композиция танцующих фигур ныне признана ключевым моментом в карьере Матисса и в развитии современной живописи. Предварительная версия работы, созданная художником в 1909 году в качестве этюда «Исследование композиции» ныне представлена в собрании Музея современного искусства в Нью-Йорке. Знаменитому танцу составляет компания «Созвучная ему музыка». До Октябрьской революции музыка и танец жили в московском особняке Щукина. Сегодня эти работы ходят в собрании Эрмитажа. «Созвучная ему музыка» «Созвучная ему музыка»